МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь хранится история, потому что именно в Дзержинске находится белорусский государственный архив кинофотофона, мотовелодокументов. Единственный источник верной информации и аудиовизуальных источников. Одно из главных сокровищ архива – коллекция магнатского рода Радивилл, насчитывающая 55 фотоснимков. Возможно, и ваше имя когда-нибудь будет золотыми буквами вписано в музыкальную историю страны. Особенно если ваша фамилия – Радивилл. Крутогорье. Он же Койденова. Он же Тершинск. Этот город славен не только своей историей, но и людьми, для которых Дзержинск был и остается малой родиной. Ученые и полеводы, инженеры и журналисты, педагоги и, наконец, сам Железный Феликс. И вот на Дзержинскую землю высадился десант СТВ. Что это? Это со всего города слетаются таланты. Музыкальный масштабный проект «Поющие города» уже здесь. Дзержинск? Держись! Я хочу запомнить, как падает снег, Медленнее обычного падает снег, Как душа по комнате бродит обнаженной. Пройти хотя бы раз По краешку твоей судьбы. Зачем-зачем я повстречала Его на жизненном пути? Такие красивые девушки. Хочу, чтобы они что-нибудь из репертуара группы «Серебро» исполнили. Давай, давай, давай Мама Люба, давай, давай, давай Давай покажем, как надо петь «Мама Люба». Мама Люба, давай, давай, давай Мама Люба, давай, давай, давай Мама Люба, давай, давай, давай Юра, нам так важна твоя фигура. Юра, Держинск тоскует по тебе. Ах, Юрка, смотри, сколько девчонок тебя ждут. Давай сюда. Если твой маяк не горит давно, ты подай мне знак. Просто улыбнись, верь моим словам. Мне не все равно. И станет не больно опять дышать. И вера, быть может, наполнит кровь. Мне вроде бы все нравится, но я пытаюсь вписать тебе в контекст, допустим, каких-то своих песен. Допустим, я дам тебе песню. Сильный, сильный, сильный мужчина, посадит дерево и вырастет сына. Сможешь ли ты зажигать и петь вот под такую песню? Мне кажется, что я как бы смогу, если с этим заниматься. Я для себя отметила очень интересное персоналие, нам нравится. Вы арестованы. Для начала только задержаны. Дорогие друзья, сегодня на Дежинской земле мы повстречали большое количество талантов. И перед вами один из них. А точнее, одна из них. И зовут ее Юлиана. Если честно, я вначале подумал, что это Леша Христов. Вас часто путают, Юлиана? Меня часто путают с парнями. Так. Но у вас такое редкое для парня имя Юлиана. Почему я знаю многих Юлианов? В принципе, достаточно известное имя среди парней. Какая музыка, исходя из вашего образа жизни, мироощущения, себя, представления вас привлекает? Тяжелая музыка. Вот, наконец-таки, я услышал этот ответ. Номер 371, прапорщик Сергей Николаевич. Прапорщик? Прапорщик. Берем. Берем. Можно не петь, я пошел. Не, ну спой. Шучу. Летит, жизнь моя, летит с тобой. В музыке другой, в сирене нет такой. Лети, любовь, я слышу голос твой. Голос твой узнаю. Спасибо. Дайну. Спасибо. Это было очень зажигательное. Басков должен был сказать в конце спасибо моим родителям. Спасибо, я люблю вас. За то, что они дали миру меня. I'm in love with you. Don't even know your name. For just one night. We could be the same. No matter what they say. Есть приятные обстоятельства. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это здорово. Я прошу дождя. Смой мои слезы радости. Отпусти мне мои грехи. О, Господи. Плевать, если я заболею. Я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, блин, не надо. Лишь бы ты ходила голая рядом. Убедительно. Аня, раздевайся. Семь столько мальчиков. Не то, что в другом городе. Скажите, пожалуйста, как-то вас угораздило попасть? Совсем молодой человек. Перед вами вся жизнь. Впереди выбирать можно. И там быть, не знаю, дворником, сантехником, ученым, инженером. Вы хотите быть певцом? Да, ну, просто музыка – это моя жизнь в основном. Я пою почти всегда, везде, один, дома, в компании с кем-то, с родителями. Вот сейчас то, что вы мне говорите, вы должны были пропеть, исходя из логики вашего ответа, что я пою всегда и везде. Я пою всегда и везде. Даже я уже с ним пою. Ты посмотри на меня, как никто не смотрел никогда-никогда. Остановите, пожалуйста, что еще есть? Знаешь, ну, сколько лет? Шестнадцать. Шестнадцать? И ты поешь песню, которую, ну, слушала моя мама. Вроде бы все хорошо. Единственное, что ты столько навешиваешь вот чужого, наносного, да, переиграно. И это немножко отталкивает. Я тебе честно скажу, у тебя прекрасные данные. Внешность и все остальное. Вне зависимости, как сложится этот проект, тут просто личный совет. Будь собой. Ты такая миленькая. Тебе надо другие песни петь. Да? Твоя там джазовость, блюзовость, она пригодится. Но не выпячивай ее, не навязывай. Пожалуйста. А так отлично. Ну, я тебе ставлю хорошую оценку, по крайней мере, для себя. Небо, небо, утоли мою боль, забери все, что хочешь, верни мне мою любовь. У вас очень интересный тембр, красивый. Правда, вам надо петь. Нету шестнадцати, да? Но тоже у вас очень интересный тембр, вам нужно обязательно продолжать заниматься вокалом. Ну, мне так кажется. Кто лучше поет? Мальчики, девочки? Мальчики все ориентированы на Дорна, почему-то. Они правильно ориентированы. А среди девушек, ну, было две девушки, которые действительно меня зацепили. То есть мне понравились как зрители, потому что я профессионально, к сожалению, не могу оценивать на сто баллов. Я смотрела уже как зритель. За кого бы я заплатила, скажем, за билет, да, кого бы пошла послушать. Единственная девушка, которая мне понравилась, это Анастасия. Это копия Анастасии Заворотнюк. Вот прям такая яркая копия. Артистичная, харизматичная. Я вообще не понимаю, что она делает в Держинске. Она работает здесь няней. Да. Я видела ее на другом телеканале в другом проекте. А, то есть она уже подкованная. Очень милые ручки. Не, ну, это хорошо, нам нужны люди опытные. А почему Анастасия пришли в поющие города? Потому что у меня был весьма неудачный опыт на том проекте. Я не совсем себя проявила, видимо, потому что я не совсем была готова тогда еще. А чего вам не хватило? Уверенности. А сейчас? А сейчас у меня не много. Кто вас уверил в том, что сейчас вы можете состояться? Сама себя. Я психолог по образованию. Ну давай же добьем ее, о боже, какой мужчина спойни. Ой, не надо, я тебя прошу. Нет, так ты простила. О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, и я хочу от тебя дочку, и точка, и точка. Ну, очень красивый тембр, я прям не знаю, что делать. Из всех участников, которые выходили, вы самые искренние. Вот так приятно смотреть на людей, которые от души поют. Вот прям вот, ну, все, все кругом растаяло. Я растворилась в ваших васильках, вот вам спасибо. Тамара, скажите, пожалуйста, а вы знаете что-нибудь из репертуара Нины Богдановой? Поскольку вот, ну, раз она вот так получилась. Вот на данный момент я не могу так вот просто... Да? Я знаю чуть-чуть одну песню. Не знаю. Сейчас, посмотрите, как там. Ой, еду, что не ожидали. У-у-у. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Да, еду, что не ожидали, о-о-о, да, еду, что не ожидали, о-о-о, но путаю педали, путаю педали. Троммлингс, цвай, трай. Я должен был добавить что-то, действительно. А кроме Рамштайн, не знаю ничего. В общем-то, если Тамара не пройдет финал, ты будешь иметь дело с нами. Спасибо вам. Нинечка, а ты заметила, что в Держевске произрастает неплохой кофе? Прекрасно, и плюшки здесь произрастают не хуже. А что касается талантов, которые вы только что сейчас выступали на этой сцене? Боюсь. Ты знаешь, что боюсь отдавать свою песню кому-нибудь из пришедших вокалисток, потому что такая конкуренция, столько поющих, столько красивых, нам потом работы не останется. У меня предложение «Отдай ее мне». Кому, работу или вокалистку? Песню. И песню, и работу. Что мы пожелаем следующим представителям? Я желаю, чтобы поющие города были не только поющими, но и харизматичными, профессиональными, задавшими высокую планку. То есть, ребята, давайте из самодеятельности выходить на большую сцену и давать уже за званиями заслуженные поющие города, народные поющие города. Мне кажется, это хороший тост. За это и выкли. Ох ты класс. Как сказал бы Феликс Эдмундович, настоящий артист должен иметь горячее сердце, холодную голову и чистый голос. А также твердость духа, боевой настрой и непоколебимость. Если вы еще неизвестны, это не ваша ошибка. Это наша недоработка. Агент Шпилевская. Агент Царев. Юрий Царев.